Продолжение следует... 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 Приведу описание... Продолжение следует... 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 в полемике, с которым он формировал свое учение, были пронизаны в ту пору настроением позитивизма. Поэтому Великонанда сразу начал искать параллели между наукой и индийской философской традицией. Параллелью научному империзму выступил для мыслителя мистический опыт богопознания. Опытный характер поиска Бога Великонанда акцентирует в понятиях «практическая религия», «практическая веданта». В лекции «Практика религии» он предлагает различать теоретическую и практическую религию. Если первое включает в себя чтение книг, священных писаний, получение религиозных идей из каких-то иных источников, то практическая религия не должна сводиться только к концепции милосердия к ближнему. Каждый день мы слышим в этой стране о практическом христианстве, о том, что кто-то сделал что-то хорошее своему ближнему, и это все, говорит он американцам. Такой подход к вере Бога, по его мнению, сравним с принятием материализма. Практическая религия не исключает соблюдение общественных и моральных норм, но ее сущность заключается в обретении индивидом свободы от материального мира, и главное – в осознании Бога. Вы должны увидеть Бога. Дух должен быть осознан, и это практическая религия, говорит он. Опытный аспект благопознания выводится в Вивиконанды на первый план, а его реализация выступает необходимым условием нравственности человека. На идею Вивиконанды о тесной связи религии с науком указывает еще и активно используемое им понятие доказательства религии. Что является доказательством существования Бога? Прямое восприятие. Протившее, заявляет мыслитель. Прямое восприятие Бога выступает единственным достоверным способом удостовериться бытии Бога. Вивиконанды считают, что религия, как и наука, имеет свои методы исследования. Подобно тому, как химик экспериментирует с кислотами и щелочами и время от времени даже иногда обжигает себе руки, человек, который ищет Бога, должен упорно практиковать методы религии. Стремящийся к вере Бога, но не практикующий особые методы, не имеет права говорить о своем неверии. По мнению мыслителя, методы исследования религии можно перенять у древних пророков мира, которые сами осознали Бога. Это особые методы ментальной культуры, которые приводят разум к определенному состоянию, тончайшему восприятию. Мыслитель делает акцент на надежности метода и богопознания. Потенциалом в постижении Бога обладает каждое существо во Вселенной, а надежным средством для раскрытия этого потенциала выступает концентрация сил разума. Это средство, по его мнению, дает возможность достигнуть большего, чем случайное откровение. Разум нужно постепенно и систематически брать под контроль. Волю нужно укреплять медленными непрерывными упражнениями, говорит мыслитель, указывая, что метод богопознания должен быть основан на цели направленной тренировки и называет ее наукой йоги. Утверждение Великонанды о надежности метода богопознания можно рассматривать как опровержение атеистического аргумента от сокрытости, который был предложен Джоном Шелленбергом в 1993 году. Этот аргумент гласит, что недостаточность доступных человеку средств подтверждения бытия Бога служит доказательством того, что Бог не существует. Важным фактором для убеждения бытия Бога было бы наличие у каждого индивида личного опыта встречи с Богом. Упрощенным вариантом аргумента от сокрытости выступает предложенный исследователем Бутаковым аргумент мистика-неудачника. Представим себе человека, который стремится обрести уверенность в бытии Бога. Он изучил все известные аргументы за и против, но не пережил опыта контакта с божественным, что могло бы помочь ему обрести веру. Ожидая мистического переживания, но не испытав его, человек делает вывод, что Бога нет. Великонанд упоминает как раз такого мистика-неудачника, который говорит, я хотел стать религиозным, но у меня ничего не получилось. Индийский мыслитель убежден, что практикующий определенные методы неминуемо испытал бы религиозный опыт, что лишило бы его сомнений в бытии Бога. Принятие религиозного опыта как аргумента в пользу бытия Бога поддерживается и известным современным философом Ричардом Суинберном. Для доказательства ценности религиозного опыта Суинберн предлагает два принципа рациональности. Принцип доверия подразумевает, что вещи вероятно таковы, какими они воспринимаются другими людьми, а согласно принципу показаний, опыт других людей вероятно соответствует их показаниям о нем. Вивикананда следует принципу показаний. Он утверждает, что верующие разных религий сообщали о своем религиозном опыте. А чтобы не сомневаться в правдивости лица, который сообщает о своем религиозном опыте, Суинберн предлагает пользоваться старым способом, то есть наблюдать за изменением образа жизни этого лица после получения такого опыта. Вивикананда идет по этому же пути. Он считает авторитетными свидетелями религиозного опыта мировых религиозных пророков. К примеру, он говорит о жизнях Будды и Христа, которые олицетворяют религиозные традиции Востока и Запада. Чувствуйте, как Христос, и вы будете Христом. Чувствуйте, как Будда, и вы будете Буддой. Что является доказательством существования Христов и Будд этого мира? Что мы с вами чувствуем тоже, что и они. Это утверждение выражает идею общности религиозного опыта для всех религий. Алвин Плантинга. Для обоснования религиозных убеждений отказывается от выводимости таких убеждений субъекта из базовых, то есть самоочевидных и некорректируемых. Философ вводит так называемую модель Аквината Кальвина, ядром которой объявляет когнитивный механизм Сенсус Девинитатис. Этим механизмом человек наделен Богом. Механизм действует только при определенных условиях. К примеру, при созерцании картин красоты и величия природы или ощущения божественного прощения после исповеди. Эти обстоятельства носят случайный характер. Плантинга убежден, что если механизм Сенсус Девинитатис имеет надежное нацелен на достижение истины и функционирует в подходящей для него среде, то сформированные им убеждения имеют положительный эпистемический статус. Слабый аспект данной модели – это зависимость когнитивного механизма от условий внешней среды. Например, если он был ранее ориентирован на действия в естественной природной среде, то современный человек в основном окружен искусственными природными объектами, что грозит некорректной работой этого механизма. Именно против случайного характера получения мистического опыта и направлены к выступлению Виконанды. Мыслитель не отрицает воздействие внешних условий на человеческое сознание. Мистический опыт выбретается в особом состоянии, который называется Виконандой в западных лекциях «вдохновением inspiration» или «откровением revelation». Эти термины, вероятно, были заимствованы Виконандой у Эмерсона и других американских трансценденталистов. Вдохновение, которое сравнимо с экстазом, полагается Виконандой особым состоянием ума, которое приводит к столкновению серии фактов, относящихся к тому, что называют духовным царством. Все великие пророки и мудрецы получили, по словам Виконанды, свои знания в состоянии вдохновения. Мыслитель упоминает Сократа, учение которого было якобы воспринято в момент созерцания прекрасного восхода солнца. Это заявление созвучно идеей плантинга об активации когнитивного механизма под влиянием красоты природы. В сборнике Раджа-йога Виконанда говорит, что в состояние вдохновения можно попасть и случайно. Даже великие люди при случайном попадании в это состояние ходят ощупью во сне. К примеру, он приводит пророка Магомета, который вынес из этого состояния как знания, так и фанатичные убеждения. Виконанда уверен, что на пути к мистическому переживанию необходимо научно, медленно, правильно упражняться и согласовывать познанное с рассудком. Виконанда обосновывает истинность знания, полученного в мистическом опыте, стремясь исключить фактор случайности получения индивидом такого опыта. Этот фактор и является слабым звеном модели плантинга. А модель Остона не только исключает случайность мистического опыта, но и допускает возможность непосредственного эпистемического контакта с Богом. Остон полагает мистическое переживание Бога одним из основных источников формирования религиозных убеждений. По свидетельству друзей, в 1975 году ученый пережил религиозный опыт, который глубоко его трансформировал. Остон сосредоточился на философии религии, в том числе эпистемологии религиозного опыта. Анализ мистического восприятия Бога он выстраивает на основе общей теории восприятия, которая базируется на понятии перцептивной представленности. Мистический опыт восприятия Бога, как и чувственное восприятие, Остон относит к доксатическим практикам, то есть системе механизмов, которые порождают убеждения, как результат, определенным образом соотносимый с водными данными. Остон различает доксатическую практику и способ ввода информации. Если первое – это механизм для обработки информации, то способ ввода предполагает наличие у индивида некого перцептивного опыта. Доксатическая практика имеет и оценочную сторону, которая позволяет отличать подлинное восприятие от неподлинного с помощью некой опровергающей системы убеждений и процедур. Подобным же образом Вивикананда описывает характерное для индийской философии устройство познавательного аппарата человека. Инструменты восприятия индрии, которые расположены во внешнем грубом теле человека, информируют ум Манас, который доводит данные до интеллекта Будхи. При этом интеллект интерпретирует эти данные и выступает аналогом доксатической практики. Вивикананда наделяет познавательный аппарат и своего рода опровергающей системой. По его словам, сознание может находиться в трех состояниях – инстинкт, разум и сверхсознание. Причем инстинкт развивается в разум, а разум – сверхсознание. Мистический опыт, который переживается в состоянии сверхсознания, не должен противоречить разуму и подлежит строгому согласованию с ним. Доксатические практики, по мнению Остона, полностью социальны, то есть разделяются сообществом и устанавливаются им посредством обучения. Ученый не отрицает роли врожденных механизмов индивида, но итоговый результат он считает социально организованным и контролируемым. На социальный же характер интерпретации знаний указывает и Вивикананда. Он считает, что источник этого знания определяется индивидом согласно его вере и воспитанию, поэтому в одной стороне оно выдается за пришедшее от ангела, в другой – от дэва, в третий – от Бога. В отличие от Остона, Вивикананда видит в социальном влиянии одну из причин искажений истинного знания о Боге. Остон уделяет особое внимание обоснованию эпистемического статуса мистического восприятия Бога. Он ставит ее в один ряд с такими практиками, как чувственное восприятие, память и рассуждение. Остон убежден, что индивид может пользоваться только теми практиками, которые распространены в его сообществе, а мистический опыт среди них не более и не менее обоснован, чем другие. Вивикананда же, напротив, подчеркивает более высокий статус мистического опыта по сравнению с чувственным восприятием. По его словам, восприятие Бога вообще не является чувственным, оно сверхчувственное, сверхсознательное. А при этом индийский мыслитель неоднократно приводит аналогии между восприятием стены и восприятием Бога, тем самым, как и Остон, уравнивая эпистемический статус обоих видов восприятия. Плантинга и Остон представляют познавательные способности индивида как механизмы, которые автоматически выдают результат обработки вводимой информации. Сам индивид лишен контроля над их работой. Это противоречит идеям Аквината и Кальвина, на труды которых опирается Плантинга. И Аквинат, и Кальвин считали целью богопознания поиск человеком высшего счастья и отводили важную роль в познании аффективно волевым аспектам человека. Акцент на этой стороне богопознания делают современные разработчики эпистемологии добродетели. В эпистемологии добродетели выделяют две линии. Релабилизм признают добродетелями надежные познавательные способности. Это хорошее зрение, память, слух. А респонсибилизм полагает добродетелями морально значимые качества. Например, любовь к истине, интеллектуальное смирение, открытость. Истинность убеждения индивида тесно связана с качествами его личности. Вивикананда выражает идею респонсибилизма в его комментарии к сутре 1.7 Йога Сутр, который гласит, что истинное познание – это восприятие, умозаключение и авторитетное свидетельство. Авторитетность познания нечеловек должен быть совершенным нравственным. Человек может быть порочным и все же совершить астрономическое открытие. Но в религии все по-другому, говорит он. Ни у одного нечистого человека никогда не будет силы постичь религиозные истины. И лишь во вторую очередь Вивикананда учитывает факт выхода лица, сверхсознательное состояние и непротиворечивость его знания разума. О следовании Вивикананды линии респонсибилизма говорит о внимании мыслителя к приобретенным, а не врожденным добродетелям. Для обладания ими необходима внутренняя упорная работа над собой. Одной из важнейших эпистемических добродетелей для Вивикананды выступает бескорыстие. Бескорыстны ли вы, говорит он? Если да, то вы станете совершенным, не прочитав ни одной религиозной книги, не зайдя ни в одну церковь. Итак, концепция религиозного опыта Вивикананды вписывается в ключевые идеи современных исследовательских разработок в области рациональности веры в Бога. Вивикананда, во-первых, будучи саньясином, утверждает религиозный опыт основополагающим началом религиозной жизни, без которой жизнь человека лишена смысла. Такого же начала на религиозный опыт придерживаются и мыслители прошлого, трудом которых наряду с трудами аналитических философов обращается Плантинга, а Олстон, в свою очередь, обосновывает религиозный опыт, испытав его сам. Ну и во-вторых, царящий в обществе конца XIX века дух позитивизма приводит Вивикананду к рационализации представлений о религиозном опыте. Современные же философы тоже стремятся обосновать веру Бога в строгом соответствии с научными знаниями, что может приводить даже к чрезмерно механизированным описанием процесса познания. Наследие Вивикананды несет в себе и сильную гуманистическую составляющую. Мыслитель ставит перед собой цель содействия всеобщему освобождению от кармических ул, благодаря чему богопознание в его взглядах напрямую зависит от нравственных качеств личности. Учитывая юный возраст современной эпистемологии и добродетели, можно предположить, что Вивикананда выступает одним из вдохновителей ее респонсибилистского направления. Учение мыслителя не противоречит всем треом, рассмотренным нами современным подходом к объяснению формирования религиозных убеждений, но при этом оно избегает их крайностей. Это говорит об обоснованности обращения Вивикананды к религиозному опыту в целях рационального оправдания веры в Бога. А вот теперь спасибо за внимание. Большое спасибо. У нас есть временные вопросы. И вот так, это супер, да? Спасибо огромное спасибо. Так, сейчас как можно громче, пожалуйста. Только плантинги и Олстону. Я опиралась на современные разработки современных ученых, потому что, как я сказала, до середины 19-20 века в науке все-таки господствовало мнение о том, что верование иррационально. Спасибо. Так, пожалуйста, Дмитрий. Да, а вот наше время говорилось о Боге, но ведь есть люди, которые пережили смертры религиозного, и они убедили, что Вивик абсолютно не таков, что он не божественный, что он не сознательный, что он не милый. Это другое. Как, например, Шуния, она же не обладает самостоятельно. То есть, как Викананда оценивал им. К одному приходит в виде ангела, к другому в виде дэва, в третьему в виде Бога. То есть, в зависимости от твоей своей... Не сознательно, она не обладает Бога. То есть, тут другая концепция абсолютно. Это он не оценивает. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Викананда умер в 1902 году, как раз в том году, когда вышла именитая работа Уильяма Джеймса, образе религиозного бога, это достаточно пересекается, в принципе, с этой тематикой. Да, я искала, что, к сожалению, мне не ссылалось. Понятно, да. Ну, вообще, за три года до этого был Инг и вот этот крестьянский мистицизм работа, которая была, в принципе, более-менее известна. Она была предшественницей Джеймса. Вообще, Гугль знакома Викананда с подобными разработками. Конечно, он ссылался там на самих мистиках христианских и так далее, но вот именно на какие-то ученые или полуученые разработки философских. Да, спасибо за вопрос. Мне бы очень хотелось найти какие-то следы в его работах, хотя бы упоминания этих ученых, но на данный момент, к сожалению, я их не обнаружила. Хорошо. Так, у вас есть еще какие-то вопросы? Так, Алексей, пожалуйста. Сегодня как вы оцените его образ? Вот мой интересен, малоизвестен. Кому интересен сегодня? Национальный герой Индии. Да. День молодежи в Индии – это день рождения Викананды, правда? Да. По моему взгляду, он известно. Для меня, как исследователя, этот вопрос очень сложен, потому что для меня, как фигура мыслителя, отмевают все фигуры, поэтому мне сложно, наверное, говорить. Виканандоров. Знаете, вы, на юге Индии есть недалеко от мыслей Канурина, буквально 100-100 метров, некоторое количество таких вот скал, где Канада медитировала, накануне отъезда в Америку. Там сейчас выстроен большой комплекс, там Франция, Канада, Ирама Кришна. Его почитают как бы рассказать. Ну, вы не поняли, а в России вот уже, в России. Ну, по-моему, и следует, и Канада эта фигура как эректа, происходящая. Ну, вы знаете, да, об организации Миссия Рома Кришна, ее представительство есть в Москве, Санкт-Петербурге, насколько я знаю, да, вот в России больше нигде нет. Так вот, там еще производятся какие-то попытки популяризировать его учения. В широких кругах, на мой взгляд, он неизвестен, к сожалению. Так, пожалуйста, Михаил. Да, если бы пришел, так и вопрос. Насколько сильно важно сами эти фигура, правда, как Канады, влияние, помимо этого, упоминать крестьянство, кавалы. И, например, какие-то Спасибо за вопрос. На мой взгляд, не обращал. С этой точки зрения я не исследовал. Насколько я знаю его тексты, нет. Насколько он вообще пытался проникнуть в эзотерическую составляющую христианства? И пытался ли? Смотрите, Великананда, его учение, я бы даже не сказала, что он синтетическое, но синкретическое. Оно формируется больше в основном в ходе его сложной, в ходе неравноправной полемики с западной аудиторией. Ведь тогда на тот момент еще Индия, она колония Великобритании, и он пытается интуитивно найти какие-то точки соприкосновения между западным и восточным менталитетом, делает это через какие-то, естественно, недоработки. И пытается рационализировать свое учение, пытается довести его в максимально рациональный способ, который, по его мнению, характерен для американцев и для запада. Поэтому с Теософами у Сергея Владимировича есть хороший доклад на эту тему. Да, и да, и нет. То есть там вот прям... Прошу сказать. У него были сложные отношения. Сложные, да. Пожалуйста, последний вопрос. Паша, да. Меня в этой сфере вопрос как раз вы не можете это узнать, вы не можете это узнать, какой-то интерес. А в Северном веке, прекрасный опыт, где живет 20-го века во Франции, по культурализации канады, перевозки канады, заканчивается сантаин. Уайта, шедушевских продуктов, как вы думаете, что вы думаете? Спасибо за вопрос. Я не знаю, даже буду ли я раскапывать вообще эту тему в своем исследовании, но если они этим занимались, то, очевидно, они какую-то мистическую сторону все-таки в его учении усмотрели. А в каком контексте они его цитировали? В каком контексте они ссылались? Как на кого? Не ссылались, а они переводили и сдавали. А кто за это говорит? Переводили и сдавали, да. Ну, хорошо. Спасибо большое, Олег. Спасибо за внимание.